Рабочий день Игоря Чемакина в этом ангаре начинается с проверки всех систем жизнеобеспечения самолетов. Несмотря на то, что эксплуатируемые Л-42М компактные и неприхотливые в обслуживании, инженеру необходимо предусмотреть все возможные ситуации, которые могут случиться в воздухе. Эксплуатируются данные воздушные суда и его системы по состоянию, то есть до отказа. Необходимо предвидеть какой-то дефект и заблаговременно осуществить ремонт или замену агрегата. Большая авиация уже на воздушных судах, которые имеют опыт эксплуатации 60-х годов, там уже все эти жизненные моменты давно выявлены и все расписано в документации. В малую авиацию молодой инженер пришел из большой, ведь именно здесь есть возможность не только заниматься обслуживанием самолетов, но и периодически подниматься в небо в составе группы. А это Петр Ерпалов, пилот с многолетним стажем. Желание управлять самолетами у него появилось еще в пятилетнем возрасте, когда он увидел кабину Ан-24. Закончив летное училище и отслужив в военно-транспортной авиации, мужчина навсегда связал себя с небом. Сегодня он в совершенстве владеет 14 типами гидро- и сухопутных авиасудов. Однако больше всего доверяет Л-42М, которые сегодня стоят на службе в крыльях Арктики. Этот самолет довольно-таки практичный в каком отношении. То есть на нем хорошо обучать, потому что он прощает очень много ошибок, дает возможность совершать начинающим пилотам ошибки и без критических ситуаций. После получения в 2013 году сертификата эксплуатанта Федерация осуществляет авиапатрулирование в пожароопасный период, выполняет полеты для научных и экологических экспедиций по Ямалу, в том числе в самых северных его районах, таких как острова Белые, Велькицкого и Гданский полуостров. «Призвание – это популяризация, развитие легкой авиации в условиях Арктики за полярным кругом, некое возрождение той полярной авиации, которая была здесь много лет назад. Мы являемся здесь, на Ямале, в ближайших арктических регионах, флагманом этой авиации». Большую помощь в развитии легкой авиации в Арктике оказывает компания «Лукойл». По словам руководителя Федерации, на деньги недропользователей приобретена большая часть оборудования. А в этом году выделенные средства будут направлены на техническое восстановление воздушных судов и обновление материально-технической базы. «В этом году есть такая задумка, мы сейчас ее документально прорабатываем, создать здесь сертифицированную авиатранспортную базу, чтобы мы могли сами делать капитальный ремонт двигателей, чтобы наши партнеры, товарищи или просто кто-то захочет нам отремонтировать двигатель, могли к нам отправить их, мы их отремонтируем». Организация сертифицированной авиатранспортной базы позволит не только экономить на расходах, на самообслуживание, но и зарабатывать. Кроме того, она даст дополнительные рабочие места. Также в планах Федерации увеличение парка воздушных судов, продолжение подготовки и набора авиационных специалистов как начального уровня, так и самой высокой квалификации. Светлана Фазылова, Артем Томильцев, Алексей Николаев. Специально для новостей.